Привет! Давно не виделись в таком формате. Добро пожаловать! Это опять студия, белый фон. Я вам сегодня расскажу про свое новое приобретение. Это слайдер на электромоторе. Погнали смотреть. Самое большое удивление было, что данный слайдер приехал за 10 дней с момента заказа. Кстати, ссылку я на него оставлю в описании, именно на вот этот, за 12,5 тысяч рублей. Так что приходите, покупайте. 10 дней минуя Почта России, то есть курьерской службы. Я так был удивлен, что доступ такая быстрая. Но, как обычно, надо было ждать, наверное, недели 3 идти на почту. Нет, 10 дней прошло, мне курьер позвонил, говорит, доставка с Алиэкспресс. Привозите. Класс! Вся эта установка портативная, можно взять с собой и полностью автономно на природе что-нибудь заснять. Ну, к примеру, здесь уже блок питания, я его сюда поставил, такой большой, на 50 тысяч миллиампер час. У меня здесь есть DC-OUT, он входит в блок управления. И дальше я здесь уже могу управлять слайдером. Это, кстати, ребятушки, самая моя дорогая покупка на Алиэкспресс. Она мне обошлась в 12800 рублей. Это слайдер электрический на моторе. Он есть двух вариаций. Вот у этого продавца продается на 80 и на 100 сантиметров. Я себе взял на 80. Давно себе хотел что-то подобное. У меня есть обычный слайдер-тележка. Есть слайдер, который механически надо рукой двигать. Но мне всегда этого было мало, потому что все равно, когда ты двигаешь, то в любом случае тебе надо руками очень медленно, плавно что-то передвигать. То здесь все очень просто. Ты нажал, и он поехал. И плюс ты регулируешь скорость, можешь делать поменьше. Вот, смотрите, можно сделать 1%. Он будет двигаться очень медленно. И можно заснимать таймлапсы. Хотя здесь есть отдельная еще функция таймлапс. Минус большой этой штуки в том, что он, смотрите, когда доходит до конца, он мотор не останавливается. Смотрите, что происходит. И он, конечно, вот очень сильно упирается. И приходится в обратку его пускать вручную. И тут первый минус, что он не возвращается обратно. Нужно это делать вручную. Если ты не подбежал, то если на скорости сотка, который здесь будет стоять, скорее всего, он это все дело снесет, и мотор продолжает работать. Ну, как бы окей, 12 тысяч рублей. Потому что вы сами знаете, если кто интересуется видеосъемкой или фотосъемкой, там, может, вы таймлапсы будете снимать. Такие штуки в Москве стоят 50-60 тысяч рублей. 12 тысяч. Вау. Конечно, Китай спасает. Вторая большая проблема. Он шумный. Если у вас находится где-то микрофон, петличка, и камера стоит рядом. Если камера будет стоять вон там, вот далеко, я запущу мотор, ничего не будет слышно. А так, пожалуйста, вот у меня здесь стоит микрофон. Запускаю тележку. И вот, смотрите. Скорость 88. В другую сторону. Но все равно, как-никак, извините, будет плавное видео, когда мне что-то нужно снять. К примеру, я же снимаю обзоры, предметную съемку, и это очень будет спасать. Слайдер поставляется без вот этой вот головы. Я ее уже сам сюда прикрутил, потому что она моя. Здесь большая резьба. И большой плюс этого слайдера в том, что он умеет направлять голову в разные стороны. Смотрите, что это такое. Вот эти хинтифлюки откручиваем, и середина у нас, смотрите, меняется. Но это еще не все. Если мы его ручной вот так вот сделали, закрепили, нужно обязательно закрутить, иначе это ничего не сработает. Если мы взглянули вот таким образом, у нас будет снимать внешне. То есть, смотрите, у нас он двигается, и камера будет оглядывать всю комнату. Окей, проверили. Если мы это дело передвинем вот таким вот образом, что у нас дальше получается, то вот это очень прикольная штука. Мы ставим предмет, и запускаем у нас, смотрите, всегда будет предмет именно в объективе. И он едет, поворачивает фотоаппарат таким образом, что объект всегда у нас остается в кадре, но при этом картинка перемещается. Очень интересный эффект. Это еще не все, что он умеет. Можно вот так вот, к примеру, развернуть фотоаппарат, вот так вот поднять слайдер, и так. Собирается он буквально за 10 минут. Все направляющие уже будут установлены. Единственное, нужно будет подкрутить как раз вот эту вот резюнку, которая у нас идет через мотор, ее обрезать. Притом, не нужно ее еще подтянуть. Рельсы у нас типа под карбон, но это просто наклейка. В любом случае, за 12 тысяч рублей здесь ничего такого не будет. Блок с батарейками, который шел в комплекте. Батарейки в комплекте не идут, потому что они у нас точно не пересылаются. Можно использовать при помощи зарядного устройства в сеть, но здесь разъем не наш, но он мне в принципе не нужен, потому что у меня есть такой производительный аккумулятор, здесь есть выход DC-OUT и на 50 тысяч миллиампер час, здесь ставлю 12 вольт, и все идеально работает, питается. Если вам такая штука понравилась, вы видео любите. Ссылку на именно вот этот оставлю в описании. переходите, покупайте. Доставка была просто потрясающая. 10 дней до Москвы из Китая. Притом, минуя Почту России, для меня это был вообще какой-то нонсенс. Я покупал, думал, мне придется забирать на почту. Нет, мне прям позвонил курьер, говорит, доставка с Алиэкспресс. Хоп, за 10 дней с момента заказа мне его уже доставили. Супер! Ладно, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok